И поэтому картина мира, которая рождается на наших глазах, будет называться унитарной картиной мира. Унитарная картина мира. Унитарная значит единая. Унитарная значит интегральная. Вот понимаете, вот когда мы движемся по иерархической лестнице Средневековья, то поднимемся и нас ожидает что-то новое, непредсказуемое. Трудно в этом мире ориентироваться. В унитарном мире одни и те же законы, одни и те же формы, которые комбинируются по-разному, но мы эти алгоритмы-то знаем, мы их уже, так сказать, как-то вот расшевровали. Значит, мир становится простым и единым, вот так я ему сказал, да? И то, что он измерим, измерим, это указывает на его ясность, доступность, понятность. Практически, ну-ка, не любит тайну, ей нужно все объяснить, все прояснить, все проявить и так далее. Очень кратко я скажу по поводу четвертого момента, вот, потому что мы к этому будем не раз возвращаться. Это детерминизм, детерминизм. Я уже оказался данного вопроса, но здесь специально его все-таки выделю. И тогда говорят так, обозначаю этот момент. Причинно-средственный автоматизм характерен для классической логики. Причинно-средственный автоматизм. Что это означает? Что это означает, да? Автоматизм. Ну, автомат, автомат, да? Мир есть автомат. Мир есть машина. Мир есть машина. Машина детерминирована, понимаете меня? Машина детерминирована в машине. Все понятно, иначе мы бы эту машину не смогли бы управлять. И, в общем-то, машина, она... Любая машина, она несет тебе, пускай простенькую, но программу. Эта программа всегда выражается на языке математики. Ну, вот будильник, он запрограммирован, а тоже бы зазвонить в такое время, правильно, да? Спиноза, Спиноза очень много сделал для развития детерминизма, для развития вот этого взгляда на мир, как на некий автомат, где... Все вычислим, и все предсказуемо. Скажу только кратко. Вот этот аспект, который мы сейчас с вами увидели, указует на то, что в мире действует необходимость. Природная, естественная необходимость. Не фатальная программа, заданная высшими силами, а программа естественная. Если будильник запрограммирован, за то, чтобы созвонить в шесть утра, он это сделает необходимо, необходимо. Так вот, причинно-следственного взгляда на мир, детерминистейский взгляда на мир, исходит из того, что буквально все события в мире осуществляются в силу необходимости. Понятие необходимости очень тесно связано с понятием причинности. Я сказал, что это естественная необходимость. Я ее постарался отличить от фатальной, роковой необходимости, задаваемой какими-то потусторонними внешними силами. Но, тем не менее, я хочу сказать о том, что вот мир детерминизма, это уже вы отметите, да? Он все-таки очень похож на мир фатума. Ну, мир фатализма, это мир, конечно, связан, прежде всего, с религией. И в рамках религии он, прежде всего, коррелирует с хоскатологией. Целула — это наука о конце мира, да? Конечные цели, конечные причины, вот они связаны, может быть, с судным днем, с апокалипсом, апокалипсом, вот необходимо произойдет страшный суд, и необходимо мы будем разведены на тех, кто достоин рая, кто достоин ада, и никуда нельзя уйти от этого. И вот другое освещение этого мировоззрения, вот эскатология — это вера в мировую необходимость, диктуемую Богом. А просто вера восьмом, вера в судьбу. Судьба, да? А днем не уйдешь, не уйдешь. Что на родном написано, то совершится. Это мистическое мировоззрение. В любом случае, будь это эскатология, связанная с судьбой мира, будь это наш бытовой фатализм, вера в вещи и сны, вера в гадание. Если ты гадаешься, то ты считаешь, что будущее уже тебе задано. Никуда ты от этого не уйдешь. Так вот, очень важно отметить, что, казалось бы, классическая нока, она, ну она, ты говоришь, к атоизму. Классическая нока, она старается элиминировать понятие Бога. Конечно, в ее словаре нет слова «судьба», в ее словаре нет слова «рок», нет слова «фаатур». Но мир, который жестко запрограммирован, мир, в котором все предвычеслено, ничем не отличается от мира фатализма. Это потрясающая конвергенция, потрясающее совпадение совершенно разнородных вещей. Вот то же самое Лаплас, да? Лаплас хотел вывести мировое уравнение, в котором будет, ну как бы, в котором будет присутствовать информация о каждом-каждем атоме. Так, на основе этого уравнения он готов был предсказать любой чок, так вы же видите за это выражение, любую мелочь. Главное ввести параметры, вот знать, сколько есть атомов, знать их положение, и на основе классических законов все рассчитать. Так что вот, в одной стороне, этот детерминизм имеет плюсы, потому что мы получаем естественное объяснение событий, с другой стороны, конечно, вот, запишем у себя, не оставляет никакого места свободе, не оставляет никакого места случайности. А отсюда известное выражение «ну-ка враг случайности». Это как бы кредот детерминизма «ну-ка враг случайности». А мы знаем, что случайность играет огромную роль, огромную роль в жизни космоса, в жизни человека. Мы знаем, что многое индетерминировано. Ну, хорошо, я тут немножко ушел уже, великовато. Так, хорошо. Вот еще один различник сделаем, и потом перерыв. Один различник посмотрим. Ну, вот кратненько, хотя, наверное, будет сейчас кратненько. Это у нас уже будет пятый пункт, пятый пункт, но он очень важен. Аналитизм, аналитизм, так, анализ, анализ. Ну, здесь классическая позиция, анализ-синтез, анализ-синтез, вы понимаете, да? Я уже в прошлый раз, в прошлый раз этого момента касался. Конечно же, для средневекового кардиномира характерна синтетичность. Помните, что я говорил о нелюбии средневековья к скальпелю, к анатомированию, к размножению, к расчленению. Как же можно кромсать целое? Так вот, здесь, здесь, да? Значит, здесь мы видим столкновение двух подходов. Вот, средневекового синтетизма и характерно, говорили классической думке, аналитизма, аналитизма. Анализ. И синтез. Вот, запишем сейчас, что с понятием синтеза мы, конечно же, ассоциируем понятие интеграции. Да, интеграция. Синтезировать и интегрировать туда что-то близкое. Вот, давайте сейчас сравним. Сравним два рядоположенных достижения астрономии. Кеплера и Ньютона. Кеплер открывает три своих замечательных закона. Кеплер, Кеплер, вот он, как стоит на границе между классической наукой и средневековой наукой. Кеплер свято верил в гармонию сфер. Кеплер был пифагорейцем. У Кеплера много мистики. У Кеплера есть гениальный трактат о троице. О троице, которое вписано в структуру космоса. То есть вот энергия средневекового мышления у него ощущается очень сильно. И вот он строит модель мира, синтетическую, интегральную. У него орбиты планет вписаны в правильные многогранники. Выводятся очень такие красивые пропорции из этой вложенности фигур друг друга. Три его закона. Это, конечно, прорыв к новому. Ну, помните, Солнце движется, планета движется по эллипсам, так, по эллипсам, значит, мундамоскопус, в котором находится Солнце. Вот, давайте, красивый закон. Закон, который, конечно, вызвал шок. Шок в научном мире. Почему? Давайте это запишем на себя. Что, вообще-то, круг считался совершенной линией для характерной для небесных тел, движение по кругу, оно оптимально, оно экономно, оно выигрышно, оно просто красиво. А вдруг эллипс. В эллипсе меньше симметрии, чем в круге. Это очень интересный момент. Бывает симметрия. А мы же считали красоту космоса идеальной, мы считали красоту космоса абсолютной. Вот возникает ощущение, что Кеплер наносит ущерб целостной, интегральной красоте космоса. Умоляя эту красоту, заменив круги эллипсами. Тем не менее, законы Кеплера это законы количественные, но в основе этих законов лежат интегральные уравнения. Интегральные уравнения. Я не буду здесь ходить в математические тонкости, я сразу сравню Кеплера с Ньютоном. Вы знаете три закона Кеплера? Хорошо. Это конечно начало небесной механики. Не то, что начало, а одна из таких ранних глав, и глав очень успешных. Но на основе этих законов вы не сможете предсказывать положение планетного будущего. Не дает интегральная астрономия Кеплера базы для эстремического прогноза. Что делает Ньютон? Ньютон вводит дифференциальные исчисления. Дифференциальная дифференциация. Дифференциация это то, что противоположная интеграция. Дифференцирует значит разлагать, расщеплять, раскладывать, разделять. преобразование внутри математического высота. Но преобразование очень и очень существенное. И как только это преобразование удалось сделать, то мы сразу поднялись на новый уровень. возвращаясь к пункту 4. Именно после Ньютона восторжевствовал детерминизм. После Ньютона потому, что на сто диверенциальных законов, диверенциального исчисления, диверенциальных уравнений стало возможным составлять в троимической календаре. Сегодня это знаете, сегодня это такая обыденная вещь, заходи, вшел в любой киоск и пожалуйста, тебе там киоскологическая ерундовая книжка, где очень точно указано положение планет на весь год. Так, вот, но тогда это оказалось невероятным достижением предсказания солнечных затмений. Очевидно, египтяне эмпирические вывели закономерности связанные с солнечными затмениями. Но ведь это были эмпирические закономерности. Ведь не было понятно, почему повторяется затмение через так называемый сарус, есть такое понятие в основном июня. А Ньютон это объяснил очень четко. И весь этот эмпирический флор вокруг затмения исчез. Запросто можно рассчитать все солнечные затмения наперед. Знаете, вот это анализ, анализ, деференциация, деференциация, причинность, детерминизм, необходимость, линейность, прогнозируемость. Вот это связка понятия начинает здесь оформляться очень и очень мощно. И именно деференциальное исчисление, оно устраивает физика, оно устраивает астронома. Используя это исчисление, удается в той же величиной форме сформулировать объективные, универсальные, унитарные, однородные законы природы. геометрии, 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 это несомненно. Но что характерно для античного космоса, который бесспорно написан в языке геометрии, бесспорно, да кто может об этом сомневаться, геометрии, еще повторяю, для античного космоса характерна вот уже одно определенное гетерогенность, гетерогенность, если это надо повторить, повторить, да, вот, и сейчас я буду повторить, я перейду к новому качеству. Гетерогенность это разнородность, разнородность, и вот когда мы уходим в космическое пространство, античности, то мы обнаружим, что это пространство, будучи гетерогенным, будучи разнородным, владает еще и качеством сложный термин ан-изотропии, ан-изотропное пространство, ан-изотропное пространство, да, пожалуйста, откройте нам в мире. Частица отрицания, к поэте изотропии я скоро подойду. пространство, у которого выделены направления, то, скажем, для Аристотеля огромное различие имело падение вниз, падение вниз, так, тело, брошенное произвольно, падает вниз, так, и, скажем, наоборот, подъем вверх по вертикали. Если тело легкое, скажем, пробковое какое-то дерево будем двигать в воде, оно будет подниматься вверх, огонь будет подниматься вверх, так, движение вниз, падение, движение вверх, подъем, для Аристотеля это абсолютно разные направления, понимаете меня, так, требующие разного аппарата для своего описания, для своего опознания, это ладно, я вам говорил о том, что у Пифагора Космос состоял из системы сфер, система сфер, но я дал такую простую схему гармонии сфер, а если ее усложнить, то мы получаем что? Мы получаем картину, опять-таки, иерархическую, опять-таки, гетерогенную, каждая сфера, каждая сфера, она находится под влиянием какого-то элемента, одна сфера связана с землей, другая с водой, третья с воздухом, третья с огнем, а элементы качественно, качественно своеобразны, качественно специфичны, короче говоря, отсюда вот это очень такое трудное и сложное качество, как анизотропия, анизотропия. Да, Эвклид уже написал свои начала, да, геометрия Эвклида глубоко чтится греками, но, в общем-то, еще никто не сказал, что эта геометрия, вот она универсальна, что она едина для всего космоса, это сделает классическая наука, это сделает классическая наука, которая, которая покажет, покажет, что пространство Вселенной, пространство Вселенной иисотропное, иисотропное. Верх и низ, они вообще относительны для, для, эти понятия относительны для космоса. В общем, движение вверх, движение вниз, оно описывается одними и теми же законами, не нужно здесь каких-то вот вводить дифференциации, каких-то развлечений. Именно в классической науке осуществилась последовательно, я бы так сказал, эфклидизация мира. Вот есть такой термин, мне очень нравится, эфклидизация мира. Весь мир подчиняется законам эфклидовой геометрии, мир однородный, однокачественный, однородный, однокачественный. И самое главное, изотропный, изотропный. Понятие изотропии, понятие изотропии предполагает, что, вот вы должны это сейчас понять, да? Вот смотрите, в античном космосе а не изотропный космос. Вот есть какие-то выделенные, выделенные положения, выделенные точки. Ну вот хорошо, геоцентризм, геоцентризм, так, вот давайте, вот это, начинаем сейчас очень важную тему. И как вот геоцентризм связан с античной кардиной мира и среди юговой кардины мира, которая преодолевается к классической наукой, так? Вот, вот смотрите, центральное положение Земли, центральное положение человека, это, забежим о себе, привилегированное положение, привилегированное положение. И вот смотрите, мы движемся от этого центра открытое пространство, мы встречаем слои, иерархические слои. Да, там в конце, в конце, на пределе последняя сфера, связанная с вечным двигателем, она совершенна, она абсолютно. Ну вот пока мы движемся от центра к периферии, меняется качество, меняются, ценности меняются. Вот, хорошо быть в центре, да? Хорошо. И хорошо быть там, в последней сфере. Это, среди юговой, называют ее импереем, импереем, это уже, это уже трансцендентная сфера, это уже надмирное образование. Вот, наличие центральной точки. Понимаете, да? Вот есть, уже, 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 анезотропия. Я не буду показывать массу, массу других анезотропий. Ух очень много, в античной сфере вовремя космоса. Каждая сфера вносит свою анезотропию. Что мы видим в классической луке? Пространство не имеет ни одной выделенной точки. В пространстве нет центра, нет центра, нет привилерованной точки, привилерованной системы отсчета. все направления абсолютно равноценны. Вверх, вниз, справа, влево. вот это совсем другой мир. Но вы должны здесь сейчас все-таки представить себе, что античный мир это мир конечный, мир конечный, это сфера, внутри она иерархизирована, внутри она анезотропна, внутри она разнокачественна, но в целом это сфера. Что вне сферы? Ну, Пифагор говорил, что хаос, вне сфера, хаос, и космос дышит хаосом, и как-то его организуют, преобразуют порядок. Артур говорил, что вообще ничего из этой сферы. Как бы оно ни было, мир конечен, мир конечен, понимаете, да? И вот сегодня мы словом космос обозначаем конечный мир. Если я так выгляжу раньше, допустите меня, это нужно здесь повторить. Тогда как классическая наука, она оперирует понятием Вселенная, понятие Вселенная, а Вселенная предполагает бесконечность. И сейчас смотря что в убыденном языке космоса Вселенная синонимно. Но в истории науки, в философии науки эти понятия различаются. По этим космосом мы обозначаем античный средневековый мир, конечный, анизотропный, гетерогенный. По этим Вселенной мы обозначаем мир классической науки, который бесконечен, который изотропен, гомогенен. Если не ошибаюсь, я использовал понятие гетерогенный, а понятие гомогенный не использовал. Правильно? Нашему вселенной присуща гомогенность и затронность. Ну, конечно же, представление бесконечества мы прежде всего ассоциируем с двумя именами. Это Николай Кузанский, это Джордана Бруно, это эпоха Возрождения, это переход от среди кового космоса как раз бесконечной вселенной. Они этот переход и осуществили. Так вот, смотрите, как вы поняли, а неизотропия мира, а неизотропия мира, а неизотропия космоса, она была очень тесно связана с геоцентризмом. Вот эту корреляцию сейчас мы должны четко зафиксировать и ее проявить. Что делает Коперник? Что делает Коперник? Коперник лишает земли ее привилегированного, выделенного, излучительного положения. в центре вселенной оказывается Солнце. Земля находится на периферии. И человек находится на периферии. Вместо выделенного положения маргинальное положение. Рушится а неизотропия, связанное связано с центропоцентризмом. Геоцентризм он подразумевает антропоцентризм. Геоцентризм говоря об исключительном положении земли, об исключительном роли земли как центра мироздания, конечно же человека ставит над всеми другими тварями. и вдруг вот такое потрясение. Я не буду на этом останавливаться подробно, но вы сами должны понимать, что здесь происходит. Открытие Коперника открывает путь геометризации мира, оно-то и открывает путь к алисотропной вселенной, вселенной однородной. Открытие выходит за рамки физики. Не просто Земля и Солнце поменялись местами, это не просто такая инверсия или рокировка, все гораздо сложнее. В результате переворота совершенного Коперником произошла переоценка ценностей. Этот переворот очень многое изменил мироощущение людей, именно мироощущение. Я не говорю про картину мира, которая предлагает какую-то отделанность, какую-то мотивированность, выстроенность, выстроенность, какую-то объективтичность. Нет, просто эмоциональный момент. Если раньше я был в центре мира, то теперь я оттесню куда-то в маргинальную зону. Это был удар по ложной гордыне, по гордыне, которая идет от библейского гео- и антропоцентризма. Меняется представление ценностей, меняется представление и о цели творения. Я еще пока вот здесь не растуясь религии, а пока я ее беру во внимание, очень трудно было адаптироваться к тому, что человек не есть фокус мироздания, понимаете, да, фокус, на который работает все. Все. что же мы получаем в результате вот этой революции? Ну, опять-таки, обобщаю сказанное. В результате революции мы получаем вместо конечного космоса, гео- центрического космоса мы получаем бесконечную Вселенную, и эта Вселенная полна парадоксов. Вы знаете, очень эта Вселенная, которая будучи бескрайней, да, будучи нехватной, она в то же время вполне понятна. Изотропия, она указывает на что? Изотропия, да, на универсализм законов описания этой Вселенной. Нигде во Вселенной мы не встретимся с границей, как за которой начинается что-то другое. Начинает действовать какая-то другая физика, вступают в силу какие-то другие законы. Вы понимаете, да? Вот в античном космосе мы все время такие границы встречаем. Принципе пересекли и новые качества, принципиально новые качества появляются, да? Еще одна граница, другие качества. здесь, здесь мир бесконечный, но мир объясненный. Мы понимаем, что сегодня, что это, может быть, была иллюзия понимания, иллюзия объяснения, но для классической науки все ясно, все ясно. Но вы помните, насколько это был радикальный переход от конечного описания к бесконечному описанию, да? и с настойчивой убежденностью в том, что вот этот бесконечный мир, хоть и не охватен, но вот геометрия его описывает адекватно, адекватно. Их лидовая геометрия адекватно описывает бесконечность. Бесконечность, Закон этой геометрии могут быть экстраполированы куда, как угодно далеко. Абсолютная экстраполябельность, вот это очень важное понятие. Что такое экстраполяция? Это перенос известного на неизвестного. Известного на неизвестного. Внутри античного космоса мы все время встречались с ограничением экстраполяции. Раса кончается, кончается ресурс экстраполяции, начинается другая область. Входим в зодон новых качеств. А здесь экстраполяция ничем не ограничена, ничем не лимитирована. Отсюда вот этот пафос бесконечности, который характерен для Жордана Бруна. Такое ощущение, что человек вышел из скорлупы. Античная сфера, она как скорлупа, она угнетала мысли, рвущиеся в простор. И вот человек, человек вышел из бесконечности, и, конечно, его чувства были сложными. Давайте это сейчас отметим, как это отразилось на эмоциональном моменте. Здесь широкая амплитуда. Пожалуйста, Паскаль, Блеск Паскаль. Великие ученые, великие мастители. Блеск Паскаль вообще ввел понятие ужас бесконечности. Ужас бесконечности. Его бесконечность страшила, в ней терялась определенность формы бесконечности. Это понял Николай Кузанский. Давайте с вами зададим себя таким вопросом. Выходим и бесконечности. Давайте берем точку и начнем на точке двигаться для того, чтобы у нас циркуль, цирка, которая может развиваться бесконечно. Очерчиваем окружность этим циркулем. И мы оперируем громадными пространствами, громадными пространствами оперируем, громадными расстояниями. Смотрите, чем больше радиус круга, тем меньше кривизна окружности, правильно, да? Кривизна бывает. Окружность как бы все больше и больше как бы выпрямляет, да? Вот Николай Кузанский сказал, что на бесконечности и на бесконечности кривое не отличается от прямого. То есть окружность бесконечно большого круга прямая линия. Вот следы вам это записать. Вот этот парадокс бесконечности. Парадокс, да. Очень трудно думать о бесконечности. Здесь мы встречаемся с массой противоречий, антиномии, опорей. так вот. Вы же привыкли к чему? Что в нашем мире форма различима. Вот это прямое и это кругое. Кривое. Прямое и кривое, да? Представьте себе, если мы не будем различать прямого и кривого, ну мы должны же строить колесо по законам круга, правильно, да? Вот. То есть бесконечности она что? Бесконечности она размывает определенность мира. Бесконечности она в враждебной форме. Форме, которую так любил античность. И потом Паскалю ее боялся. Боялся. Бесконечности хаосогенна. Хаосогенна. Ну что такое мир, где не различается прямое и кривое? Ну Николай Казанский показал, что вообще все фигуры геометрические становятся дождественными друг к другу. Все деференциации нашего мира исчезают. Значит у Баскаля бесконечности вызывает чувство смятения, чувство подавленности. Единственное, что можно опереться на нашу мысль, которая это бесконечности охватывает. И судоизвестное выражение Паскаля, что человек это мыслящий тростник. Мыслящий тростник, да. Тростник. Нежто малое, слабое. Очень близкий образ. Человек как песчинка. Песчинка на фоне бесконечности. Это вместо прежнего величия, вместо прежнего пафоса. Ощущает себя песчинкой, потерянной в этой беспредельности. которая грозит форме, грозит структуре. Это одна сторона. Но есть и другое отношение к бесконечности. Пафосное. Это Джона Бруно. Это утверждение, что мы несем в себе бесконечность духа. И нам подавают жить именно бесконечной вселенной. Джона Бруно пишет о бесконечности в экстатических тонах. Он захвачен ей, он вовлечен в бесконечность. Упивается ей. Видите, как реакция человека на новые картины мира. Реакция человека на дат прорыв бесконечного космоса в бесконечную вселенную. Очень сложная и неоднозначная реакция. Хорошо. И так произошла эквивалентизация мира. И так мы вышли в бесконечную вселенную. Мы видели в том, что в этой вселенной действуют одни те же законы. И мы говорили с этим основанием, что эта вселенная гомогенно, изотропно, что законы, которые описывают универсальны, мы утвердились в унитарной координи мира. И мы впервые оперировали действительно универсальными законами. Универсальными законами, которые не имеют ограничений. Вот еще я остановлюсь на седьмом моменте. И на этом мы все закончим. Это фундаментализм. Сегодня это слово звучит как очень двойственно из мусульманских фундаментализма. Давайте я оставим и я скажу об этом кратко. Знаете, почему? Потому что качество фундаментализма его хорошо осмысливает, когда мы выйдем в не классическую науку, не классическую науку, где этот фундамент, который нами сейчас только намечен, начнет расшатываться. Что такое фундаментализм? это международность в том, что я строю науку, имея под собой надежные, апробированные, доказанные основания. я уже вправе касался этого вначале момента.